Еще одна вопрос, и мы вернемся. Итак, 15 минут в вопрос. 15 минут в вопрос. В свете вашей концепции минимального мониторинга женщиного рота, как вы представляете, себе должен пристекать мониторинг внутриупробного состояния плода. Вообще-то говоря, на эту тему мы еще вовсе не говорили. Я говорил только об основных потребностях женщины в родах. Я говорил о том, как важно избегать стимуляции неокордекса. И я говорил, что в настоящее время для того, чтобы создать условия, которая по возможности привела бы к легким и быстрым родам, такая ситуация с точки зрения нашей культуры неприемлема. Я привел несколько доводов в пользу. Если помните, я вчера описывал сценарий, почему люди реагируют на это как на какие-то утопические настроения. Если вы вяжете, то, значит, разговор только про женщину, сексизм. А как же папа? А как же акушерка, которая мужчина? Но поскольку у нас уже время выжимало, я всячески старался избегать еще одного вопроса. Это вопрос о том, каким образом следить за состоянием вода. Все зависит от того, какова ваша цель. Действительно важная тема. И эта тема обязывает нас чтобы понять, что когда мы говорим о короткой безопасности, существует две группы факторов. Две важные темы. Первый могла быть тема, как сделать роды максимально легкими. Для этого придется заново для себя открыть. Заново понять, что, как правило, легкие роды безопаснее, чем трудные роды. Я немножко прикалываюсь. Вроде бы это здравый смысл. Но, судя по всему, мы немножко эту простую истину подзабыли. Она заключает в том, что легкие и быстрые роды менее опасны, чем трудные и долгие. Это могло бы стать нашей первой целью. И есть вторая цель. Что же делать, если условия созданы, а они не идут? Это должно быть вопросом номер два. И на этот вопрос не придется потратить слишком много времени. Потому что мы живем в эпоху быстрого, легкого и надежного кесарево сечения. И у нас есть альтернатива легкого и быстрого рода. Таким образом, я возвращаюсь к вашему вопросу. Многое зависит от того, в каком вы существуете контексте, в какой среде. И если немножечко этот вопрос расширить, я хочу здесь представить концепцию это моя концепция рефлекса изгнания плода. как цель, когда вашими приоритетными посылками будет создание среды, обстановки, в которой роды пройдут максимально легко. Понятие рефлекса изгнания плода Возникла в 1960-е годы Это была Найлс Ньютон, американская ученая. Она исследовала млекопитающих, но не людей, а мышей. И у мышей в том числе она обнаружила, насколько важную роль играет торможение со стороны кортизона. И она использовала такой термин рефлекс изгнания плода. Мне этот термин показался интересным, потому что уже тогда я был уверен, что у людей у женщин истинный рефлекс изгнания плода тоже возможно. это означает, что неожиданно, резко, короткий ряд мощных, неудержимых сокращений и при этом у женщины не остается никакой свободы для произвольного движения. И вот в 1987 году я опубликовал в американском журнале который называется Birth статью которую я так и заглавил рефлекс изгнания плода. Я должен сказать, что в том же самом номере журнала Найлс Ньютон опубликовала дополнительную опубликовала еще одну статью которая называлась по-русски примерно еще раз о рефлексии или изгнания плода. Ее очень обрадовало, что этот термин, который она придумала восстал из небытия вернулся и ее очень порадовало, что этот термин применим еще и к человеку. как раз применительно и к связи с неокартикальным торможением. Итак, основной вопрос будет заключаться в том, что же сделает возможным обеспечить предпосылки для того, чтобы такой рефлекс сработал. В наших обществах это чрезвычайно редкий случай. Но он не исключен, он возможен. Я вчера описывал ситуацию которая может привести к такому рефлексу я только не пользовался этим термом. Я должен сказать, что у меня накопился хороший опыт в Лондоне в очень особенной ситуации. Так случается, что Доула, с которой я очень хорошо знаком Вероника и Илья с ней знакомы у нее огромнейший опыт she had three home birth with me in the past мы с ней три раза когда-то принимали домашние роды тоже. Я принимал ее домашние роды трижды she had the art of following the progress of labor она владеет этим искусством сопровождения родов у нее есть свои собственные критерии и случается так когда она дома у женщины и когда она знает, что я в Лондоне она сказала если можешь приезжай тогда наши роды будут легальными потому что в Лондоне положено звать на домашние роды какого-нибудь квалифицированного специалиста если не хотят помешать родам женщины перемещают в больницу и в таком случае довольно типичный сценарий повторяется я сижу на кухне с будущим папой я стараюсь ему чем-нибудь полезным занять когда ты дома мужчину чем-нибудь полезным занять можно подкинуть какую-нибудь хорошую тему для беседы таким образом две женщины остаются наедине они находятся где-то в другой части дома это замечательно обладает талантом молчать когда можно молчать она почти всегда знает, что происходит очень часто в такой ситуации я один раз послушаю сердце ребенка у меня есть переносный оттоплер после этого снова хожу мне в голову не приходит что страдание плода в такой ситуации вообще может произойти мой приоритет самое главное для меня это как можно меньше лишать за исключением случая когда доула сочтет что здесь что-то не совсем так я даже и не делаю вагинальный космос в такой ситуации я всегда удивляюсь какими же быстрыми и какими же легкими бывают роды и при таком сценарии вдруг в какой-то момент женщина включает прямую передачу не малейших признаков того, что она головою контролирует процесс она начинает пороть ерунду она встает в какие-то самые неожиданные самые замысловатые позы но все же чаще всего на четвереньке или согнувшись вперед часто она впадает в состояние некого экстаза тут уж точно не хочется никаким образом вмешиваться и вы не можете представить фитер-дистресс начать в этой ситуации вы не можете вы не думаете о том что сейчас этот рефлекс вдруг сработает это ситуация крайняя когда женщина почти совсем ничто не отвлекает и когда все идет как по нотам но есть и еще другая страна есть и еще другая среда среда гораздо более нам всем знакомая в такой ситуации риск страдания плода повышается больше идет торможение со стороны неокортекса есть риск страдания плода начнется в процессе родов и есть основания для того чтобы мониторить состояние плода по-другому так что здесь важно правильно выбирать критерии исходя из понимания физиологии родов для того чтобы ответить на ваш вопрос я постарался ввести две крайности это очень важный вопрос например если говоришь о каком-то частном случае скажем тазовое предлежание многие из вас слышали или читали о масштабном исследовании проводившихся на базе многих клиник Результаты этого исследования были опубликованы в октябре 2000 года в журнале Lancet Мэри Ханна опубликовала там в исследовании было две группы в одной группе женщины давали возможность попробовать радить ребенка через естественные пути а для другой в таком же тазовом предлежании было плановое кесарево сечение на тридцать девятой недели на тридцать девятой неделе и это все проходило в условиях обычных всем привычных родильных отделений больницы и в этом контексте очевидным образом оказалось, что опаснее было дать женщине возможность попробовать родить этого ребенка без операций но нужно подчеркнуть, что именно в этом контексте лично я не могла научить ничего из этого исследования я вообще-то из этого исследования никаких для себя выводов не вижу у меня есть собственный опыт от около 300 тазовых родов через естественные родовые пути но эти роды проходят в другом контексте пытались создать условия для сработки рефлексов не облада и избегать применения каких-то нибудь медикаментов никаких и если вы почитаете то исследование было очень много случаев, когда роды пытались стимулировать были также случаи, когда родовозбуждение, да, и стимуляции родов тоже во многих случаях приходилось делать то есть роды возбуждали то есть роды возбуждали то есть роды возбуждали но мониторить ребенка в соответствии с протоколом предполагало аускультацию каждые 50 минут каждые 15 минут в течение первого периода родов и каждые 5 минут во втором периоде нужно заметить, что самопроизвольные роды при таких условиях практически исключены а в таком контексте действительно лучше прибегать кеса и его высечения вот таким образом ответ на ваш вопрос начнет с того, что контекст прежде всего до сих пор основной целью путешествия гинекологии все было сделано для того, чтобы роды не проходили быстро и не проходили легко а целью было, то есть не было такой цели добиться легких и быстрых родов цель была постоянно контролировать ситуацию и быть всегда наготове предпринимать какие-то действия в этом основная цель путешествия и вдруг однажды когда до нас вдруг дойдут какие-то новые истины и тогда объективом будет сделать роды максимально легкими и быстрыми это совсем другая парадигма это другой образ мышления и если вернуться к отправной точке то с чем мы начали мы уткнулись в стену и теперь идти ли нам туда или в противоположную сторону но вот что бы я посоветовал на данный момент нам бы для начала нужно вернуться назад туда вот назад, где кормят что-то, 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 что-то иначе вернуться к поводу iling